Виктор Владимирович, подписчики задают вопрос. А что если ноги болят от пустковидного сгущения крови? И вот объясняют механизм, как это происходит. Вообще, правомерен ли такой вопрос? И следующий вопрос, что делать, когда действительно после ковид болят ноги? Вопрос сам по себе очень правомерен. Почему? Потому что, во-первых, все вирусные патологии, я подчеркиваю, все вирусные патологии всегда сопровождаются нарушением внутренней поверхности сосудов. Это пресловутые эндотелииты. И особенно вот эти пресловутые эндотелииты очень ярко себя проявили во время вот этих вот катастроф, связанных с ковидной инфекцией, с ковидной опасностью. И в этом смысле, уважаемые коллеги, очень важно понимать, почему же после ковида, во время ковида болят ноги. Это происходит в связи с тем, что нарушается качество детоксикации печени, качество детоксикации желчи. И вот как раз-таки вот эти все моторные моменты, они отражаются. А почему моторные? Потому что желчь у нас является основным мышечно-сосудистым движителем. Именно движителем. От качества работы тонкого кишечника, толстого кишечника, селезенки, поджелудочные железы, формируются вот эти самые комплексы моторные, которые при помощи сердца, с помощью сердца двигают нашу кровь артериальную вниз, а венозная поднимается вверх. И вот как раз-таки эти моменты сосудистого нарушения тонуса связаны с тем, что кровь, в буквальном смысле, застаивается, венам приходит делать тяжелую работу. Тяжелая работа сопровождается перенакоплением молочной кислоты. Печень не успевает перерабатывать эту пресловутую молочную кислоту. Мышцы устают, связки устают. Все, круг замыкается, ноги болят. А с учетом того, что все эти притечи сосудистые, это все типы варикозов, это проблемы, связанные с тонким кишечником, с толстым кишечником. Конечно, те наши уважаемые коллеги, которые отчасти имеют какие-то проявления сосудистые на ногах, там, в виде звездочек, в виде каких-то петехи, в виде каких-то других изменений. Но сосудистого свойства. Обратите внимание, как во время токсической нагрузки, особенно вирусной, эти вещи, так сказать, расцветают полным цветом. Поэтому не теряйте время. Не теряйте время. Оглянитесь, послушайте, посмотрите. Мы вас не пугаем. Некоторые из вас нам пишут. Вот опять старая песня о главном, о ковиде. Нас охренело, времени нет. Прислушать вас 5 минут, не хватает времени. Посмотреть на ваши ролики, ваши сообщения. Короче, с Клифосовской, как в знаменитом фильме. Забудь индукцию, давай продукцию. Рассказывай про точки. Хорошо, мы вам расскажем про точки. Мы вам покажем точки. А что вы с ними будете делать? Если вы не понимаете механизма, или не хотите понимать механизма. Вот те, которые нас слушают, те, которые нас послушали, те, которые пошли в этом створе, встать за нами. Они прекрасно избавились. Посмотрите на наши отзывы. Огромное количество спасенных жизней. Огромное количество. Это не просто слова. Это статистика. Это статистика. Поэтому, уважаемые коллеги, пользуясь случаем, приглашаем вас на наш очередной авторский вебинар, который посвящен состояниям сосудов, который посвящен системам защиты ваших сосудов в целом, и в частности, сосудов ваших ножек. Не проходите мимо, регистрируйтесь. Ссылочка находится прямо под этим видео. Мы будем очень подробно эту тему раскрывать. И будем учить вас безопасности вашей жизни, в буквальном смысле этого слова. Потому что, набирая обороты, вирусная агрессия, она будет выкашивать. Будет выкашивать. Дай бог, так, кстати, обойдется без, будем говорить, смертельных случаев. Господи, прости. Но то, что это сеет, эта зараза сеет огромное количество осложнений. И пандемия 21-го года показала. Мы, кстати, аналина, предупреждали об этом. Но, наверное, нет пророков в своем Отечестве. Ну, что тогда делать? Что тогда делать? Любимое занятие нашего народа, любимая национальная игра. Игра не в городки, не в Шашки, не в Чапаева, а на грабли наступать. На грабли наступать. Вам это нужно? Вам не хватает других проблем? Ну, хорошо. А те, кто нас слушает, кто внемлет этим нашим призывом, обратите внимание, уже на официальном уровне сообщили. На официальном уровне сообщили. Спутник не работает. Спутник не работает. А у нас, кстати, Анна Владимировна, есть в арсенале у нашем замечательные наши препараты, которые не просто защищают, а снимают все вот эти пост-ковидные, пост-вирусные изменения, которые сеются, сеются и сеются. Вот сейчас это очень модно или не модно, в силу, извините, каких-то наших особенностей, нашего существования, я буду так говорить. Знаменитые боевые средства, лепестки, знаете, вот такого размера, отрывают ноги, отрывают руки, отрывают головы и калечит жизни. Вы хотите... А вирус работает точно так же, точно так же. И посмотрите, мутационно, какие он набирает обороты. День ото дня он становится, в смысле своего развития, он становится диаметром больше, его сила нарастает, а защитные функции нашего организма слабеют. Почему? Потому что у нас не хватает времени на иммунокоррекцию. А не хватает времени на иммунокоррекцию, наши, врожденные наши, генетически обусловленные институты адаптации нашей защиты, они не срабатывают, они не успевают. Они просто не успевают следовать этим, будем говорить, новым законам. Поэтому мы вас не пугаем, а мы вас предупреждаем. Предупрежден, значит вооружен. А хочешь мира, готовься к войне. Одним словом, приходите на наш эфир. Покажем вам упражнения. Покажем и расскажем вам о наших терапевтических миксах. Что такое наши терапевтические миксы? Это совмещение наших систем оздоровления с использованием биологически активных точек, биологически активных зон, специальных упражнений и наших фитопрепаратов, которые замечательно помогут вам улучшить ваше внутреннее, внешнее состояние и плодотворно бороться с этой заразой. Ссылочка в описании. Включайте, смотрите, описывается видео. Вот оно, в этом описании под этим видео. И, конечно, мы вам обязательно расскажем, как можно подобрать терапевтический микс конкретно под индивидуальное решение ваших индивидуальных задач. Словом, регистрируйтесь, приходите. До скорой встречи в эфире. Будьте здоровы!